Оперативная обстановка. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Купинское и Лиманское направления. Окупантам удалось взять Гринниковку. Продолжаются попытки врага улучшить свое тактическое положение. В районе Кременной продолжаются попытки врага прорвать оборону на линии Деброва и Кузьминова. Бахмутское направление. Все атаки в городе Бахмут нашими войсками отражены. Там ситуация более-менее стабилизировалась, хотя остается на грани критической. Враг готовится возобновить атаки на трассу на Константиновку. Там на предыдущие двое суток мы отбросили противника от трассы. И трасса полностью удерживается нашими войсками. Хотя как дорога она уже давно не используется. Она простреливается со стороны российских оккупационных войск. И поэтому сегодня это просто рубеж обороны наших сил. Далее в Просковеевке враг продолжает выдавливать силы обороны из поселка и атакует в направлении Берховки. Пока на данный момент противник успеха не имеет. Все атаки противника отбиты и линия фронта за последние сутки не менялась. В Красной горе враг снимает погибших боевиков в болотном камуфляже. В камуфляже и за жгутами Есмарха. Я так понимаю это фирма которая выпускает. И эти жгуты есть у наших солдат. И выдает этих бойцов, своих солдат погибших, выдает за наших бойцов. Что якобы вот какие потери несут вооруженные силы Украины. На самом деле с ними показано. Это не первый раз. Вспомните этого морского пехотинца на острове Змеиный. Которого по бляхе потом опознали, что это солдат морской пехоты вооруженных сил России. А его выдавали за солдата, за морпеха вооруженных сил Украины. А у него на бляхе российский герб. Вспомните вертолеты сбитые на Змеином. Тоже говорили, что это Украина понесла потери. Хотя это были российские вертолеты. Так что российская пропаганда пытается обмануть своих граждан в контексте того, что победы есть. Враг несет потери. Мы наступаем. Только наступают они пока что на месте. Практически топчутся на месте. Авдеевское и Шахтерское направления. Здесь ситуация. Продолжаются бои в Красногоровке. Бои идут. Линия фронта не движется. Позиционные бои. Очень ожесточенные. У Каштанова брак неудачно наступал. Понес потери. Откатился на исходные позиции. Несмотря на критичность ситуации в Невельском. В очередной раз удалось отразить атаку противника. И противник откатился. Не имел успеха. Ну и в Марьинке враг пытается продавить с севера через ферму позиции наших войск. Но безуспешно. За прошедшие сутки безуспешно. Запорожское направление. Враг продолжает напор на Мариупольскую трассу. Но единственное что ему удалось. Это занять одну посадку на подступах к этой трассе. В остальном линия фронта не изменилась. И все остается на своих местах. Херсонское направление. Без изменений. Обстрелы правого берега Днепра. Вдоль всей линии. От Никополя до Херсона. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу. Ну и как общий можно сделать вывод. За прошедшие сутки. Это то что оккупанты прилагают значительное усилие. Чтобы зайти в тыл Бахмутского гарнизона. Через один из флангов. Так как попытка на юге оказалась неудачной. Все силы боевиков направлены на выход по линии Дубова-Васильевка-Берховка-Ягодная. То есть с севера. Они пытаются со стороны Солидара. Зайти в тыл Бахмутского. Городу Бахмут. На сегодня у них это никак не получается. Сложная ситуация возле Гряниковки. По линии Макеевка-Диброво-Кременная. Там Гряниковка, к сожалению, занята оккупационными войсками российскими. Противник имел здесь частичный успех. Но на данный момент дальнейшее продвижение противника остановлено. И идут позиционные бои. По линии Макеевка, вокруг Авдеевки и в Марьинке тоже идут ожесточенные бои. Но вот за последнюю цепица становится все труднее. К Марьинку там противник очень сильно давит. И оборону вести в Марьинке становится труднее и труднее. Так как город уничтожен до основания. Практически стерт с лица земли. Там практически, можно так сказать, поле усеяное кирпичными и бетонными обломками. Там не за что даже зацепить. Но пока наши войска удерживают хотя бы часть Марьинки под нашим контролем. Далее, пропустил немножко, вернемся к Полесскому, Волынскому, Полесскому, Сиверскому и Слобожанскому направлению. Там ситуация без изменений. Единственное, что надо отметить, это то, что напротив в Сумской области появилась группировка российских войск численностью до 10 тысяч человек. И они вроде бы как готовят дорогу, оборудуют подъездные пути к нашей государственной границе. Ну, в принципе, это ожидаемо. И мы об этом говорили неоднократно, что возможны вооруженные провокации. Я не думаю, что этой численности войск достаточно для того, чтобы прорвать нашу государственную границу. У нас достаточное количество войск на этом направлении, достаточно войска оснащены и обучены. Поэтому, как вооруженная провокация с целью прорисковать силы вооруженных сил Украины, чтобы не дать нам возможности перебрасывать резервы на восточное направление, да, вполне возможно. Но пока это предположение. Будут ли они наращивать группировку или они, допустим, к 24-му числу, 23-24-му числу попытаются наступать, посмотрим. Это покажет время. Далее. Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной вышки мобильной связи, установленной противником. Посредством нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM-операторов. Но они поставили свою станцию, станцию перехвата мобильной связи, для того, чтобы даже стараться контролировать местных жителей, чтобы не было сообщений вооруженным силам Украины о позициях российских войск. Во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов. Не оставляется попытки Ирана научить российских операторов управляться с шахедами и другими беспилотниками, которые могут быть переданы от Ирана. Можно сделать вывод, что Иран все-таки передаст беспилотники, выполнит свой контракт на 1700 штук и поставит все в полном объеме. Возможно, даже расширит номенклатуру беспилотников с учетом новых моделей. Там Шахет-131, 191, 192. И Мохаджер-6. Они практически ничем не отличаются. Есть различия в обвесе головной части, то есть взрывчатого вещества, и дальности полета. Все остальное примерно одинаковое. Плюс, ну, там Мохаджер, он 200 км в час, чуть быстрее летит. И, соответственно, им звук мотора отличается от вот этих 136-х, так называемых, мопедов, как мы привыкли их называть в народе. Чтобы пополнять потери в живой силе, противник разными способами привлекает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности, так называемых гастарбайтеров. Так, недавно нашим защитником, который держит оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников. Да, они грибут всех подряд бомжей, гастарбайтерам, у них, кстати, гастарбайтерам положено регистрироваться в полиции, и они вот через эту регистрацию вызывают их, вручают повестку и вперед. Ну, как повестку, они вербуют этих людей, принуждая, фактически принуждая подписать контракт, агитируя на хорошие деньги, те подписывают контракт и тут же оказываются на линии фронта. Авиация Силы Обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один по позиции зенитно-ракетного комплекса. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 4 района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, состав боеприпасов, а также еще 2 других важных объекта оккупантов. Вот такой урожай собрали наши ракетчики и артиллеристы вместе с воздушными силами Вооруженных сил Украины. Ну и вот такие вот военные новости произошли за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях, а также на линии фронта от Харькова до Херсона. Субтитры создавал DimaTorzok